Я б в полицию пошел, пусть меня научат. Если вам по душе установка Глеба Жеглова, вор должен сидеть в тюрьме. И если вы уверены, что охрана правопорядка – это то, что может стать вашей судьбой, вам прямая дорога в полицию. Не каждый, конечно, может служить в органах внутренних дел. Кто там уже как дома и кого особенно ждут, выяснял Андрей Рыжков. Приступить. Противостояние Приходько-Макаров заканчивается со счетом 2-0 в пользу майора полиции. С пистолетами в управлении внутренних дел все на «ты» и мужчины и женщины разобрали, собрали и на огневой рубеж. Инспектору по делам несовершеннолетних Джеймсом Бондом быть, наверное, не обязательно, но она не промахнулась. На охране правопорядка Галина Приходько с 2001 года. Брат устроился в органы внутренних дел, рассказывал, что очень интересная работа. И поэтому после окончания педучилища я решила посвятить свою жизнь детям. Прежде всего мы помогаем людям, помогаем семьям, которые остаются один на один, как говорится, с судьбой. Женщины в полиции, конечно, не исключение, тем более в инспекции по делам несовершеннолетних. Но представителей сильного пола здесь должно быть больше. С преступниками разговор короткий. Сегодня в спортивном комплексе ОМВД отрабатывают приемы задержания правонарушителей сотрудники патрульно-постовой и конвойной служб. Наставником у крепких ребят кандидат в мастера спорта по самбу, чемпион города Георгий Лутовинов. В системе профессиональной подготовки сотрудников внутренних дел есть свои критерии оценки физической подготовленности, согласно которым при приеме на службу он проходит испытания по физподготовке и потом приступает непосредственно к обучению тем же боевым приемам борьбы, обращению с навыки, изучает обращение с оружием. Есть в управлении и комната психологической разгрузки или загрузки, кому как нравится. В случающиеся иногда свободные минуты сотрудники могут и отдохнуть, и настроиться на боевой лад. Здесь же ведется прием кандидатов на службу. У нас проходит беседа, диагностика, так называемый профотбор. Также мы в этой комнате занимаемся психорелаксационными мероприятиями. Человек там от сети до часа, это максимальное время релаксации, может провести в таком небольшом трансовом состоянии. Сегодня в МВД России по городу Магнитогорску производят конкурсный отбор кандидатов на службу в органах внутренних дел. В полиции ждут парней, отслуживших в рядах Вооруженных сил России и годных по состоянию здоровья. Особое внимание мы, конечно, уделяем тем кандидатам, которые имеют высшее образование. Данным кандидатам мы будем готовы предложить наши вакансии, в части это участковых, уполномоченных полиции, а также сотрудников уголовного розыска. Но и те граждане, которые имеют среднее образование, мы также их ждем. Батальон патрульно-постовой службы с удовольствием представит им вакантные места. В МВД людям готовы предоставить стабильную и интересную работу, полный социальный пакет, все льготы и гарантии, которые распространяются на сотрудников органов внутренних дел. Андрей Рыжков, Влад Набиев, телекомпания ТВИН.